МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы говорим о важном и интересном, о том, что волнует каждого из нас. Это Омск.Здесь. Меня зовут Антон Парахин. Здравствуйте. И в ближайшие полчаса мы расскажем о главных событиях минувшей недели. Кто на новенького? Один вице-губернатор вышел, другой может сесть. Дела еще будут, уверяют следователи. Больных и бедных в мэры не пускать. Как депутаты предлагают изменить систему отбора кандидатов на пост городоначальника. Город с огоньком. В Омске начался сезон палосов и травы. Почему опасны продукты горения прошлогодней листвы? Цена укуса? Чем грозит и мечам встреча с клещами? И во сколько обойдется вакцинация и проверка на инфекцию членей Станокова? Отчитал губернатора за разбитой дороги работникам сферы культуры и пообещал помочь материально. Так кратко можно подытожить визит в Омск Дмитрия Медведева. Премьер прилетал в наш город на форум культуры «Национальный приоритет». Этого визита ждали и готовились к нему. Дороги помыли, нанесли разметку, прибрали мусор вдоль маршрута, по которому возили председателя правительства страны. Омские дороги премьер оценил лично, прокатившись по городу за рулем на кроссовере. Видимо, не понравилось, ведь уже на совещании по вопросам дорожного хозяйства в ответ на обещание губернатора освоить все средства на ремонт дорог Медведев призвал региональных руководителей не просто осваивать деньги, а приводить трассы в порядок. Можно, конечно, не деньги освоить, а именно работы выполнить. Зимы у нас действительно суровые, снега много. Тем не менее, есть гарантийные обязательства подрядчиков. Там, где выявленные дефекты являются следствием некачественного проведения работ, значит, необходимо в рамках гарантийных сроков все это исправить. Значит, пусть подрядчики все сделают. В противном случае нужно применять к ним меры ответственности. А нам не нужны дороги, которые ремонтируются там на несколько месяцев. А на форуме «Культура. Национальный приоритет», проходившим под руководством премьер-министра, решили финансово поддержать детский театр и сельские домокультуры, ввести систему образовательных сертификатов для учеников музыкальных и школ искусств, упростить процедуру предоставления почетных званий работникам культуры и разработать налоговые льготы для бизнесменов, вкладывающих средства в культурные проекты. Впрочем, некоторые эксперты связали визит премьеры, в том числе и с провалом выборов мэра Омска, обнажившим кризис в региональной политике. Напомню, в ходе процесса отбора не осталось ни одного кандидата в градоначальники. Новый конкурс по регламенту должен начаться 10 мая, а пока депутаты горсовета озвучивают свои предложения по изменению порядка выборов. И, надо сказать, не ко всем из них у экспертов однозначные отношения. Так, например, Игорь Антропенко заявил, что нужно брать с кандидата в залог полмиллиона рублей. Почему именно столько? Депутат не пояснил. Впрочем, его коллеги отметили, что если уж и торговать должностью мэра, то брать в 10 раз больше, 5 миллионов рублей и деньги оставлять в бюджете. Еще одно предложение кажется более логичным. Давать кандидатам на сбор пакета документов не 20 дней, а месяц. Эту идею озвучил депутат Ложкин, отметив, что также не следует повторно допускать на конкурс тех, кто уже участвовал, но добровольно сошел с выборной дистанции. А ввиду самоотводов по состоянию здоровья нескольких кандидатов, депутат Ивченко предложил ввести требования к физическому состоянию потенциальных мэров. Кто бы ни стал мэром Омска, сорванные выборы городоначальника считают наблюдатели, ожесточат предстоящую выборную кампанию в городской совет. Новый состав должны избрать осенью. Результат этих выборов непредсказуем, непонятно, кто наберет большинство. Тем более, что линия огня будет проходить не по партийным спискам, не по партийности кандидатов, а по принадлежности кандидатов в той или иной элитной группе. То есть будут прогубернаторские кандидаты, будут кандидаты Морева, будут кандидаты коммунистов, конечно, будут кандидаты Двораковского, будут кандидаты Глушко, будут кандидаты каких-то других мощных групп омских. Но вот все они будут и будут биться за свои интересы. То есть мы не можем говорить о том, что дискредитирована сама схема новая выборов мира? Или можем? Слушайте, ну эта схема работает в большинстве у нас муниципалитетов по всей стране, и везде всем удается как-то находить общий язык. То, что это не произошло в Омске, ну, еще раз повторюсь, я думаю, что это большой сигнал всем омским элитам, всем бизнесменам, политикам о том, что надо научиться это сделать. Если они не смогут это сделать сами, то в дело может вмешаться Москва, и будут приняты решения, которые будут выгодны и интересны в Москве. Потому что ведь надо помнить, что у нас в марте следующего года, через 11 месяцев выбора президента, Омская область попала в так называемый красный пояс, как и большинство сибирских регионов. Это, конечно, создает угрозу стабильности выбора, стабильности ситуации, создает угрозу доверия властям. Полное интервью с политологом Дмитрием Гусевым о борьбе региональных элит и предстоящих в выборах смотрите на сайтах информагентств Омск. Здесь и СИБ новости, адреса на экране. А мы продолжаем. А тариф прежде был утвержден Федеральной службой по тарифам после тщательного изучения. Председатель Совета директоров акции отметил, что по их данным 14 апреля вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела. А уже 15 апреля дело вдруг возбудили в отсутствии каких-либо оснований. Ну а 18 апреля во вторник сразу несколько окружных прокуратур запросили у холдинговой компании акции документ по этому поводу, инициировав внеплановую проверку. Игорь Басов, руководитель регионального отделения партии Парнас, подтвердил, что действительно посылал письма с жалобами во все инстанции. Предметом обращения стали опять же вопросы формирования тарифов. В пятницу рано утром вышел на свободу Юрий Гамбург. Экс-вице-губернатора освободили из исправительной колонии номер 8 условно досрочно, на два года и семь с половиной месяцев раньше срока. Чтобы избежать встречи с журналистами, вывезли бывшего чиновника сразу после подъема, то есть примерно в начале седьмого утра. Но, возможно, в колонии Юрия Гамбурга заменит его коллега другой вице-губернатор Станислав Гребенщиков. Следователи подозревают его в превышении должностных полномочий. Дома у высокопоставленного чиновника уже прошли обыски, сам он находится под подпиской о невыезде. За последнее время это уже не первое громкое дело, и, по заверению следователей, точно не последнее. Почему чиновников не пугает ответственность и что сотрудники Омского следственного управления считают своим главным достижением, об этом мы поговорили с руководителем второго отдела по расследованию особо важных дел Михаилом Зайцевым. Михаил Анатольевич, следователи и ваши коллеги работают очень хорошо. Наказание суровое. Тем не менее, возникает вопрос, почему чиновники берут, почему не боятся? Наверное, это просто жадность. Потому что, я скажу, что достаточно высокие зарплаты у наших чиновников, у различных ведомств. Но, по всей видимости, жадность им хочется больше. Если говорить о суммах, которые берут чиновники, о цифрах, которые фигурируют в преступлениях, связанных с коррупцией, вот есть некий минимум и максимум, исходя из вашей практики, сколько брали чиновники? Если говорить о руководящих там структурах, то и, так скажем, также чиновниками, там суммы от нескольких тысяч рублей и заканчивая миллионами. Ну, к примеру, вот по уголовному делу в отношении бывшего начальника Центра финансового обеспечения территориального управления Министерства внутренних дел общая сумма взятки, которую мы вменяем, составляет около 28 миллионов рублей. Но она была получена частями на протяжении около пяти лет. Но в среднем, конечно, таких дел немного. То есть, где сумма взятки превышает несколько миллионов, их немного. Наверное, в среднем все-таки до миллиона в пределах. Насколько хитрее становятся чиновники, насколько изощреннее схемы, по которым совершаются коррупционные преступления за последние несколько лет? Условно, 10 лет назад возбуждалось достаточно много уголовных дел по фактам получения взяток в кабинетах, в конвертах, передачи где-то приличных встречах в ресторанах, кафе. То сегодня практически таких дел уже нет. В исключительных редких случаях денежные средства передаются лично и, я имею в виду, получаются лично чиновникам. В основном очень сложные придумываются схемы по перечислению денежных средств от взяткодателя к какому-либо аффилированному, знакомому, либо даже часто и незнакомому лицу. Как правило, пользуются так называемыми обнальщиками, которые через манипуляции и перечисления неоднократных денежных средств с расчетных счетов разных нескольких организаций, в итоге деньги эти обналичивают, передают снова же доверенным лицам определенного чиновника, и тот уже их получает. Естественно, это отследить очень непросто. Почему чаще всего, когда ведется расследование коррупционного преступления, в качестве меры пресечения для чиновника, например, разбирается именно арест? Есть пример, когда заместитель директора департамента Миренков, находясь, насколько я помню, на подписке о невыезде, сбежал от следствия и спрятался на протяжении нескольких лет. Да, действительно, следствием принимаются такие решения об избрании в отношении обвиняемых, как правило, уже по уголовным делам чиновников, меры пресечения в виде заключения под стражу, потому что более мягкая мера является неэффективной. Подписка о невыезде, она лишь ограничивает возможность передвижения чиновника. Она никоим образом не сковывает ему руки для принятия каких-то там мер по сокрытию следов, уничтожению документов. Что бы вы могли назвать главным достижением следственного управления Следственного комитета по Омской области? Каждое маленькое достижение наше – это направление уголовного дела в суд и вынесение ввинительного приговора. То есть мы тогда понимаем, что мы не ошиблись, мы приняли правильное решение, мы привлекли виновного и сделали все верно. Прокурор нас поддержал, суд вынес приговор, но сегодня чиновник, подписывая соответствующий документ, какой-либо платежный, перечисляя бюджетные средства, еще раз говорю, какое-либо распоряжение о предоставлении муниципального государственного имущества, земельных участков, уже более взвешенно к этому подходит и думает, а не будет ли потом к нему вопросов, когда будут перечислены деньги или предоставлены имущества, а окажется, что это было незаконно. И это тоже определенное достижение, я считаю, которого мы добились. Спасибо большое, Михаил Анатольевич, что ответили на наши вопросы. Спасибо вам. После рекламы расскажем, есть ли смысл сейчас сделать прививку от клещей и чем опасны продукты горения прошлогодней листвы. Оставайтесь на продвижении. КОНЕЦ Хорошо там, где есть Радио Дача. 101.0 FM в Омске. Радио Сибирь. Слушай себя. Институт территориального планирования «Град» разработал необычную карту Омска. Территории в ней помечены цветом в зависимости от отношения к этому району местных жителей. Урбанисты совместно с социологами и психологами выяснили, где в городе мечи чувствуют себя лучше, а где им совсем не нравится находиться. Больше всего омичам нравится центр города от улицы Рабиновича до Голубого Огонька. На втором месте по привлекательности центр нефтяников и советский парк на третьем – Парк Победы. Среди любимых мест горожан также парк имени 30-летия ВЛКСМ, Зеленый остров, Птичья гавань и некоторые объекты Левобережья. Не нравится омичам больше всего городские окраины – это нефтяники без их центральной части. Левый берег, включая поселок Солнечный, Старый Кировск. Также негативно омичи относятся к Амурскому и Ичкаловскому поселкам, Порт-Артуру, Старой и Новой Московке. Возможно исправить ситуацию в этих районах и отношения местных жителей к ним помогут пять новых машин для уборки улиц. Их называют дорожными пылесосами. Стоит одна такая машина почти 5,5 миллионов рублей. За один выезд может собрать с улиц города до трех тонн мусора, ну а бак для полива улиц вмещает почти полторы тысячи литров воды. Число укушенных клещами россиян за последнюю неделю увеличилось вдвое. В Омске за помощью к медикам обратились уже около ста человек, но еще больше тех, кто предпочитает к специалистам не ходить. А зря. Ведь вполне возможно, что клещ, которого вы самостоятельно извлекли, инфицирован энцефалитом или бролиозом. И проверить это нужно в первые дни. Мой коллега Данила Выжевский узнал, во сколько обойдется исследование. Проверил, насколько качественно дезинфицируют городские парки и скверы. Выяснил, куда даже в городе лучше не ходить, чтобы не подцепить опасное членистоногое. В это утро Лидия Трубина вместо работы спешит в Омске НИИ природно-очаговых инфекций. В пластиковом контейнере у Амички клещ. Был родительский день, я поехала на кладбище, а когда вернулась, обнаружила на себе клеща. Обратилась в травмпункт, там его с меня сняли и порекомендовали обратиться сюда для исследования клеща. Потому что это опасно, он может быть заразным. Там много всяких болезней, которые могут иметь нехорошие последствия. Чтобы проверить клеща сразу на 5 инфекций, нужно заплатить 900 рублей. И столько же стоит анализ крови, если членистоногое вы с собой не принесли. Клещей сначала дробят в специальном аппарате, гомогенизаторе. Минимум 10 минут. Хитиновый покров очень крепкий. Вот этого клеща даже еще не повредило. Потом в смесь добавляются реагенты. Индикаторы показывают, какие инфекции переносила членистоногое. Анализ занимает сутки. Принести можно и мертвого клеща, главное – незасушенного. Вытащить его могут в травмпункте. А если его нет рядом, можно извлечь опасного паразита самому. И нужно сделать это как можно быстрее, пока инфекция не попала в кровь. Для этого нужно взять сухую ткань или платок, плотно его захватить. И раскачивающими движениями, вращательными движениями, чтобы хоботок извлечь из кожи, нужно его аккуратненько вытащить. Большинство парков и скверов в Омске сейчас уже обработано. Травят клещей раствором, который распыляют специальным аппаратом. Вот таким бензиновым генератором производится обработка территории от клеща. В этот бак заправляется вода и смешивается со специальным порошком-альфатрином. В этот бак заправляется бензин. Затем мы прибор заводим. Надеваем его на себя и можно обрабатывать. Раствор держится на траве, кустах и отпугивает насекомых в течение 45 дней. Затем территорию нужно обрабатывать вновь. Дезинсекцию обычно проводят каждый месяц с мая по октябрь. А мечей просят обращать внимание на информационные таблички. Первые три дня после обработки на такой газон лучше не заходить. Если за парки отвечает муниципалитет, то во дворе многоэтажного дома или, например, рощи около него, сами жильцы. В Омске около 50 организаций, которые готовы провести дезинсекцию. За обработку гектара территории придется заплатить от 7 до 10 тысяч рублей. Но полагаться только на химический раствор не стоит. Лучше сделать прививку. Детям ее ставят бесплатно в каждой поликлинике. А взрослым придется заплатить около 1000 рублей. Ты смелый у нас сегодня, да? Молодец какой. Совсем не больно. Прививку нужно делать осенью. Впрочем, можно защитить себя и сейчас, по ускоренной схеме. Курс вакцинации состоит из двух прививок. С интервалом в две недели эндемичный район можно посещать через две недели после второй прививки. Затем проводится через год третья вакцинация. И затем каждые три года проводится ревакцинация. Но даже тем, кто привит, не стоит забывать о профилактике. Отправляясь на природу, надевать плотную одежду и пользоваться специальными спреями. Ведь лучшая защита от инфекции – не дать клещу укусить вас. Данила Выжевский, Александр Рябуха и Сергей Степанишин. Омск здесь. Лесные пожары в Сибири охватили более 700 гектаров. Самая сложная ситуация в Красноярском крае. Там сейчас горит больше 200 гектаров леса. В Омской области на минувшей неделе тоже вспыхивали языки пламени. Но пока ситуация под контролем. А вот город затянуло едким дымом. Во время и после субботников жгли траву и мусор. Огонь перекидывается на дома и машины, пожарные ежедневно. Выезжали на несколько десятков адресов. О последствиях пала в городе расскажет Дмитрий Куканус. Эти кадры на память о первой весне в своем доме. Ивану Авраменко и его соседу удалось остановить огонь буквально в нескольких метрах от своего коттеджа. Если бы не пожарные, беды было бы не миновать. Впрочем, и сами огнеборцы благодарили за помощь. В тот день вызовы начали поступать с 7 утра. Я смотрю, он уже уставший никакой. Шланг достает с машины. Один, считай, водитель один. И один пожарный. Ну я что, взял шланг, помог ему. Он спереди идет. Я сзади шланг на себе тащу. Машина за нами едет. Сейчас пожарные расчеты выезжают на вызовы сотни раз в сутки. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Иначе трасса, трава высыхает. Идет отжиг. И, извините, нам надо работать. В этом году пути было много снега. Но снег очень быстро сошел. Воды не осталось. Поля очень быстро высохли. И возгорание происходит в основном на тех территориях, где не обрабатываются земли. Ну а дачные кооперативы, это связано с тем, что начинается на сегодняшний день уборка их. Вывоз мусора с территории, либо это сжигание. Здравствуйте. Верская пожарная охрана проводим обучение правилам мерам пожарной безопасности в ИТО. В черте города зона особого риска – частный сектор. Здесь весенняя уборка тоже нередко заканчивается пожаром. Добровольцы обходят десятки дворов в день. Напомнить жителям простые правила безопасности оказалось не лишним. Когда задаем вопрос, как звонить службу спасения, все говорят, что знают. Но когда конкретно спрашиваем, какой телефон, отвечают все неправильно. Поэтому мы раздаем памятки, в которых написаны все номера служб спасения и куда обращаться в случае чрезвычайной ситуации. Пакеты с мусором или же просто оставленные кучи травы и листьев. Отброшенные сигареты могут легко загореться. И угроза здесь не только открытый огонь, но и сам дым. Для того, чтобы понять, чем именно он опасен, возьмем несколько образцов для лабораторного анализа. Сжигаем немного листьев, разводим пепел водой и моделируем ситуацию кислотного дождя. По образовавшейся щелочной среде специалист делает неутешительные выводы. Листья, допустим, пораженные, загрязненные выхлопами автомобилей из двигателей внутреннего сгорания, то там много частиц остатков углеводородов. Очень много сажи, то есть мелких частиц, которые осаждаются в дыхательных путях. Омск на четвертом месте в Сибирском федеральном округе по заболеваемости бронхиальной астмой. Воздух над индустриальным мегаполисом и без костров слишком загрязнен. Очень сильно реагируют дети на это дело. Реагируют лица пожилого и старческого возраста, реагируют лица, страдающие хроническими заболеваниями, причем не только дыхательные системы, но и сердечно-сосудистые системы, больные с неврологическими заболеваниями. Впереди майские праздники. Пожарные готовятся к напряженной работе, а полицейские напоминают, разведение костров в черте города запрещено. Штраф до 5000 рублей. Дмитрий Кукан, Асанна Мартынова, Сергей Степанишин и Евгений Русенко. Омск здесь. Что осталось за кадром на фестивале движения, расскажем после рекламы. Оставайтесь на продвижении. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Омск на этой неделе на несколько дней стал киностолицей страны. Пятый фестиваль движений собрал в нашем городе и начинающих режиссеров и актеров, и звезд российского кинематографа. Была и красная ковровая дорожка, и сотни вспышек фотокамер, торжественная церемония открытия, а после были закрытые показы, мастер-классы и еще много чего интересного, что осталось за кадром. Елизавета Василевич пообщалась с режиссером, которого назвали открытием этого фестиваля, и узнала, кто из авторов веб-сериала может рассчитывать на поддержку продюсерского центра Александра Цикала. Омский академический театр драмы не предназначен для кинопоказов. Именно поэтому в Омск приехала бригада специалистов, чтобы установить всю необходимую технику. Сюда привезли светодиодные конструкции, экран для кинопоказов, пульты, микрофоны, сервер, общую стоимость оборудования и представить. Сложно, учитывая, что цена лишь одного процессора почти полтора миллиона рублей. Именно в Омском драмтеатре большинство картин впервые показали зрителю. Пронзительная драма о смирении, попытке принять и понять другого человека. «Костер на ветру» – дебют Дмитрия Давыдова. Непрофессионального режиссера называют открытием фестиваля движения. А начинал Дмитрий с совместных работ со своими учениками в обычной якутской школе. «Из школьников я собрал клуб подростков, и мы снимали какие-то ролики, свои клипы, там, не знаю, что-то непонятное такое было. Но это все было как воспитательная работа шла. А потом в один прекрасный момент я просто клуб этот распустил и подумал, что если все снимают фильм, то, в принципе, я тоже могу снять фильм». Киноязык Давыдова прост и доступен. Среди молодых режиссеров сейчас это модно. Темы разнообразны, но большинство картин о прошлом страны. Великой Отечественной, Хрущевской, вот теперь и лихих девяностых. Надо покрестить. «Все грехи мне отпустятся, и вместо проститутки снова стану хорошей девочкой». «Он!» Новинкой пятого фестиваля движения стал конкурс веб-сериалов. Это новый формат. Цикл небольших эпизодов продолжительностью от одной минуты до часа. В финал конкурса вышли восемь работ. Однако победителя так и не выбрали. Александр Цикало, продюсерский центр которого и организовывал конкурс, счел сценарии скучными и вторичными. Поощрить за попытку решили лишь сценариста веб-сериала «Паранормалы». «Мы решили создать некий такой веб-сериал, ну, по крайней мере, идею, да, веб-сериала, который бы именно акцентировал внимание на это, на всей юмористической составляющей вот этого катостороннего мира, которую никто не видел, но все верят». Авдотья Смирнова, Валерия Гая-Германика, Рената Литвинова, Светлана Проскурина. Фестивальные афиши этого года все больше режиссеров и продюсеров женщин. В российском кино «Эмансипация». Режиссер Анна Крайс, представившая на фестивале свою дипломную работу «Фильм «Нашла коса на камень»» говорит, на съемочной площадке давно установилось равенство полов. «У нас нет определения по... изначально нет определения мужской кино, то есть откуда появляется женское кино, я вообще не понимаю этого понятия. Есть режиссер, мужчина, женщина. Конечно, это различие в тематике и в выборе, мне кажется, персонажей просто, потому что женщины чаще все-таки о женщинах снимают, потому что они нам более понятны, а мужчины о мужчинах». Сегодня движение – один из самых ярких кинофестивалей в России, участие в котором дает возможность авторам заявить о себе на всю страну. Ну а омский зритель может оценить качество кино, которое больше нигде не покажут. Елизавета Василевич и Константин Демиденко. «Омск. Здесь». Это была программа «Омск. Здесь». До встречи через неделю.